Криминальными новостями национального значения, которые вызывают без преувеличения всеукраинский резонанс, уже никого не удивишь. Но на этой неделе все-таки было чему удивляться. В селе Сухолучье пятеро вооруженных бандитов напали на семью. Хозяин дома смертельно ранил одного из грабителей. Теперь он может пойти под суд за превышение границ допустимой самообороны. Но справедливо ли это? И как защищаться людям, которых не могут защитить правоохранители? Ведь кражи, грабежи и разбойные нападения увеличились в разы. И наше время все чаще сравнивают с разгулом криминала в 90-е годы. Про самооборону от бандитизма и бездействия полиции Павлина Василенко. Здесь, на окраине села Сухолучье Киевской области, на днях разыгралась настоящая драма. В этот дом поздно вечером проникло пятеро вооруженных грабителей, которые начали жестоко избивать хозяйку, требуя отдать деньги и драгоценности. На помощь жене выбежал хозяин дома с охотничьим ружьем и смертельно ранил одного из грабителей. На этих оперативных кадрах хозяин сам рассказывает, как все было. Дом, где все произошло, находится на отшибе, вокруг лес. Поэтому хозяин говорит, всегда спит с ружьем. Хотя случай такого дерзкого разбоя в Сухолучье впервые. Село было довольно тихим, но сейчас каждый житель думает, как себя защитить. Олег живет недалеко от дома, где произошло нападение. Его жена теперь боится оставаться дома одна. Я не могу никак ее оставить с детьми дома. Постоянно сижу. Страшно. Я не знаю, что оно... И говорят, что там выжать из оборужки какие-то. Что оно будет. Оружия в семье Сидорчуков нет. Но есть народное средство самозащиты – виллы. Для всяких случаев. Ну, реально, чем самоборот? Пока полиция доедет до Сухолучья, это как минимум 20 километров. Это по времени 15 минут. Застреленный грабитель был рецидивистом из Сумской области. Его подельники – приезжие из Дагестана и других частей России. Троих задержали, один в бегах. Хозяина дома допросили. Зарегистрированное ружье забрали. И открыли уголовное дело за превышение границ допустимой обороны. Такой поворот событий вызвал большой резонанс в обществе. Как можно наказывать человека, который защищал свою семью? По итогу пресс-секретарь МВД Артем Шевченко назвал этот случай достойным примером самозащиты. И заявил, мужчину, вероятно, не будут привлекать к уголовной ответственности. Но проблема в том, что простые люди все чаще вынуждены хвататься за оружие. Количество грабежей и разбойных нападений выросло в разы. Вот буквально неделю назад в одном из сел Васильковского района на фермера и его жену напали трое вооруженных грабителей. Мужчина умер от побоев. Женщина в реанимации. В начале года было около 600 случаев, когда в доме господарств вдарались негидники и грабовали. Не все эти случаи становятся известными. Большинство проходит просто как статистика. Статистика работает против них. Они не могут защитить население Украины. Попри, еще раз скажу, мы вытрачаем на этот год 47 миллиардов. Мы выделили миллиардов гривен, выделили на МВС. При этом в самой нацполиции уверяют, волну преступности все-таки удалось удержать. А вот в селе Петропавловская Борщаговка на эффективность правоохранителей не особо надеются. Год назад эти парни объединились и стали современными народными дружинниками. Теперь каждый день самооборона выезжает на патрулирование. Рома, давай посадовой приедем. Нет, давай посадовой уже назад будем ехать. Они знают в селе всех и все. Вооружены травматическим оружием и могут задержать грабителя до приезда полиции. Если уже не справимся, то тогда уже приезжает полиция. У нас тут набагато стало, как сказать, простейше. Меньше есть от таких, как раньше было, драки. В ситуации, когда полиция не может справиться с криминалитетом, право на самозащиту придется вскоре пересмотреть, уверены эксперты. Вопрос самозащиты человека, он сегодня как никогда актуален для Украины. И если не будет пересмотрено его нормативное, как бы, мы можем столкнуться с более тяжелыми случаями, когда мало того, что люди будут реализовать свою месть по отношению к откровенным преступникам, они просто будут прятать следы в воду. Но поверьте мне, люди не перестанут себя защищать. В Европе и США существует доктрина крепости, когда каждый непрошенный вооруженный гость рискует получить достойный отпор. В Украине же, защитивши свое имущество, рискует сам попасть под суд, как преступник. Павлина Василенко, Ирина Диченко, Инна Белецкая. Подробности недели. Телеканал Интер.